Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим охлаждающие устройства для кондитерских изделий и полуфабрикатов, их назначение, область применения и классификацию, а также охлаждающие устройства с воздушным охлаждением. Начнем с классификации, назначения и области применения. Охлаждение является одним из наиболее распространенных процессов в кондитерском производстве. При охлаждении преследуют следующие цели. Первое. Перевод полуфабриката из жидкого состояния в пластичное без изменения его строения. Например, охлаждение жидкой карамельной массы до пластичного состояния. Второе. Перевод полуфабриката из пластичного в твердое состояние, так как в твердом состоянии он не деформируется и сохраняет приданную ему форму. Например, охлаждение отформованной карамельки перед заверткой или расфасовкой. Третье. Охлаждение жидкого или полужидкого полуфабриката до температуры близкой к температуре кристаллизации. Например, охлаждение помадного сиропа перед получением помады, а также охлаждение шоколадной массы перед ее кристаллизацией. Четвертое. Охлаждение жидкой массы для получения студня. То есть охлаждение желейных масс. Пятое. Охлаждение полуфабриката с целью предупреждения расплавления легкоплавких компонентов. Например, охлаждение порошка какао, жмыха и так далее. Охлаждающие устройства в кондитерском производстве весьма разнообразны по конструктивному выполнению и применению охлаждающего агента. Кроме того, очень часто по конструктивному исполнению охлаждающие устройства и кристаллизаторы сходны между собой. Однако процессы в них и технологические расчеты различны. Процессу кристаллизации всегда сопутствует охлаждение. Охлаждающее устройство можно классифицировать по следующим признакам. Первое. Охлаждающему агенту. Второе. Конструктивному исполнению. Третье. Способу перемещения охлаждаемого продукта. Далее рассмотрим охлаждающее устройство с воздушным охлаждением. Существуют следующие виды охлаждающих устройств. Первое. Охлаждающие транспортеры для карамели, как открытые, так и находящиеся в закрытых шкафах. Второе. Открытые вибрационные, качающиеся транспортеры для охлаждения карамели. Третье. Закрытые в шкафы вибрационные транспортеры для охлаждения карамели. Наиболее совершенными из них являются транспортеры, закрытые в шкафы. Их мы и рассмотрим. Закрытые в шкафы вибрационные транспортеры для охлаждения карамели. Из всех закрытых воздушных охлаждающих устройств наиболее совершенным является такое, в шкафу которого находятся два вибрационных транспортера. Один под другим. Такое охлаждающее устройство представлено на экране. Цепочку карамелек подает в шкаф 4 узкий ленточный транспортер 1. Он представляет собой прорезиненную ленту шириной 75-100 миллиметров, надетую на два барабана и движущуюся в деревянном лотке. Скорость ленты транспортера равна скорости выхода цепочек карамели из штампующей машины. Длина транспортера бывает различная. Цепочка карамелек на узкой ленте обдувается воздухом из короба 2 через щели 26. Количество воздуха регулируется шибером 3. Для лучшего охлаждения цепочки карамелек целесообразно заменить прорезиненную ленту металлической сеткой. Назначение этого транспортера предварительно охладить карамельки, чтобы предотвратить их деформирование при дальнейшем охлаждении на вибрационном транспортере. С узкого ленточного транспортера карамельки попадают на качающийся наклонный желобок 8. Он приводится в движение от кривошипа 9, укрепленного на ведомом барабане узкого ленточного транспортера. Огол наклона желобка к горизонту составляет 39 сотых пиродиан. Частота колебания 67 сотых герца, а амплитуда колебаний его конца 300 миллиметров. Он равномерно распределяет карамель по ширине верхнего слегка наклоненного колеблющегося лотка 7. С его ближнего конца карамель переходит на нижний колеблющийся лоток 25. По нему она перемещается к противоположному концу. Если из охлаждающего устройства карамель поступает в какую-либо емкость, то на конце нижнего лотка устанавливается поворотная заслонка 11. Ее закрывают при смене емкости. Охлаждающее устройство в поточной линии заслонки не имеет. Охлаждающий воздух на верхний лоток подается сверху из продольной щели воздуховода 5, а на нижний лоток из воздуховода 10. Лотки опираются на шарнирные опорные стойки 12, наклоненные под углом 83 тысячных пиродиан к вертикали. На другом конце лотка опорные стойки 23 жестко соединены с коромыслом 22. В его пазу установлено на регулировочном винте 20 ползун 21. На палец ползуна надета серьга 19 составного шатуна. Вторая серьга соединена с эксцентриком 18. На приводном валу эксцентрики повернуты на угол 95 сотых пиродиан. Поэтому лотки колеблются в противоположные стороны и их силы инерции частично уравновешиваются. Средний стержень шатуна имеет на одном конце правую, а на другом левую резьбу. Средняя часть при ее вращении ввертывается в серьги или вывертывается из них в зависимости от направления вращения, отчего длина шатуна изменяется. При удлинении шатуна верхнего лотка увеличивается угол наклона стоек к вертикали. Удлинение шатуна нижнего лотка уменьшает угол, образуемый стойками с вертикалью. Угол наклона стоек определяет среднюю скорость скольжения карамелек по лотку. От положения ползуна 21 в прорези коромысла зависит амплитуда колебания лотка. Она также определяет среднюю скорость скольжения карамелек по лотку. Образующиеся при скольжении карамелек крошки удаляются через отверстия в колеблющихся лотках в местах поступления и выхода карамелек. Приводной механизм отделен от лотков перегородкой 17. В ней имеются отверстия 15 с бортиками 14. Через отверстия проходят стойки. Крышки 13, закрепленные на стойках, прикрывают отверстия и устраняют попадание на приводной механизм сахарной пыли и замывных вод при мойке лотков. Из шкафа воздух удаляется по трубе 6. Доступ к лоткам и приводному механизму производится через дверцы 16. Иногда верхний лоток снизу дополнительно охлаждается водой. В рассматриваемом устройстве стойки 23 с коромыслами и шатуны воспринимают не только свой вес и вес лотков с карамельками, но и их силы инерции. Часто происходят поломки в местах сварки стоек с горизонтальной трубой. Усиление этого места наваркой косынок не исключает поломок. Избежать поломок можно только разгрузкой стоек при помощи опорных пружин 24. Кроме этого устройства, на фабриках имеются еще охлаждающие устройства, в которых заключенные в шкаф пятиярусные вибрационные транспортеры не только опускают карамель вниз, но и поднимают ее вверх с одного яруса на другой. Наиболее эффективным является охлаждение карамели воздухом, имеющим температуру на 2-3 градуса выше точки расы воздуха цеха или 12-15 градусов Цельсия при относительной влажности не выше 93%. Скорость воздуха над лотками 5 метров в секунду. В шкафах температура карамелек снижается с 70 до 40 градусов Цельсия. Воздух для охлаждения следует летом получать в воздухоохладителях, а зимой использовать холодный наружный воздух в смеси с нагретым, выходящим из шкафа. Для искусственного охлаждения воздуха в летнее время применяются самостоятельные для каждого шкафа и централизованные воздухоохладители для нескольких шкафов. При применении централизованных воздухоохладителей, даже при хорошей изоляции воздуховодов, получаются большие потери холода. Длинные, большого диаметра воздуховоды затемняют производственное помещение. Поэтому целесообразнее применять индивидуальные воздухоохладители, конструктивно объединенные со шкафом или расположенные непосредственно около него. Расчет охлаждающих устройств. На всем пути охлаждения карамельки соприкасаются с воздухом, температура которого практически постоянная. Такой процесс можно уподобить охлаждению каждой карамельки в неограниченном пространстве с постоянной температурой ТВ. Время охлаждения каждой карамельки постоянно и определяется как Т0 по формуле, представленной на слайде. Средняя разность температур процесса охлаждения в градусах ΔТС определяется по формуле на слайде. Казалось бы, что температуру воздуха желательно брать как можно ниже. Однако это не так. Если по каким-то причинам карамель пробудет в токе охлажденного воздуха значительное время, то температура поверхности карамели Т1К станет близкой к температуре воздуха ТВ. При перемещении такой карамели в зону теплого воздуха с большой относительной влажностью на ее поверхности выпадает роса, что ни в коем случае недопустимо. Поэтому температуру охлаждающего воздуха берут на 2 градуса выше точки росы для воздуха в цехе. Длина охлаждающего транспортера зависит от продолжительности охлаждения Тау нулевое и скорости В движения карамели в токе охлаждающего воздуха. Между необходимой скоростью движения карамели шириной В транспортера и его производительностью П большое существует зависимость, представленная на экране. Ро-У условная плотность карамели, которая рассчитывается по формуле на слайде. Рассмотрим подробнее вывод формулы для условной плотности. Определение условной плотности обычно затруднено тем, что она зависит не только от разной плотности составных частей, но и от пропорции, в которой составные части образуют карамельку. Обычно известна масса карамельки Г большое и количественное отношение начинки и карамельной массы. Тогда можем записать массу карамельки как сумму. Из рецептуры известно отношение Y. Можно написать, что объем карамельки В большое рассчитывается по формуле на слайде. Решая последнее равенство относительно Ро-У, получим формулу для определения. А совместное решение этого равенства с равенствами даст нам формулу для Ро-У. При этом Y большое берется из рецептурного справочника. Найденная скорость движения карамельки обеспечивается. Первое. На ленточных транспортерах скоростью движения ленты. Второе. На вибрационных транспортерах режимом колебательного движения. Наибольшую трудность представляет определение скорости движения карамельки на вибрационном транспортере. Расчет колеблющегося горизонтального вибрационного транспортера представлен в отдельной видео лекции, которую вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или подсказке. Перемещение карамельки за одно колебание лотка, средняя скорость движения карамельки по лотку и также длину лотка охлаждающего вибрационного транспортера найдем по формулам, представленным на экране. Техническая характеристика охлаждающих устройств с воздушным охлаждением представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели охлаждающие устройства с воздушным охлаждением, а также назначение охлаждающих устройств в кондитерском производстве, их применение и классификацию. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересно. Я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!